События в Армении в плену налетчиков, которые захватили здание полиции в Ереване. Остается 4 человека. Среди них высокопоставленные руководители столичного и даже республиканского уровней. С захватчиками идут переговоры. А тем временем пострадавшим, которые получили ранение во время захвата, врачи оказывают помощь. За их судьбой следит наш специальный корреспондент, моя коллега Евгения Змановская. Жень, приветствую тебя. Как чувствуют себя раненые? Они готовятся к выписке или все серьезно еще? Да, Леш, вот несколько минут назад мы навестили в палате одного из раненых сотрудников полиции в этой больнице района Эргуни. Поговорили с главным врачом, он рассказал об их состоянии. Получили они ранение, как ты уже сказал, 17 числа в прошлое воскресенье. В них попали из автомата, как они рассказали. И вот, что сказал врач. Одного из пациентов уже готовят к выписке, а вот состояние второго по-прежнему тяжелое. Оба огнестрельные ранения. Один больной находится в хирургии со слепым ранением предплечья. Состояние удовлетворительное. В общем-то, можно уже подготовиться на амбулаторное лечение. Второй больной у нас находится в реанимации с ранением почки и толстой кишки. Состояние тяжелое. Но, в общем-то, соответствует тяжести, объему и срокам перенесенной операции. Пока что прогнозы давать рано. Еще двух раненых сотрудников полиции доставили в госпиталь военный. Один из них полковник, другой подполковник. Одного уже выписали, а состояние второго пациента уже не вызывает опасения врачей. Пациента прооперировали с 17-го утром. Это полковник. Он получил ранение в область живота. Состояние сегодня удовлетворительное. Находится он в палате, идет на поправку. Второй пациент-подполковник получил осколочное ранение. После оказания амбулаторной помощи он выписан. До сих пор в руках захватчиков находятся четыре заложника, среди которых генерал-то, заместители начальника полиции Армении, а также полковник, замначальника полиции Еревана. Они добровольно пошли к захватчикам, чтобы вести переговоры. В итоге сами оказались в заложниках. Я напомню, что уже третий день, как полицейские не штурмуют захваченный ОВД, они продолжают вести переговоры. Они продолжают настаивать, чтобы захватчики сдали оружие, отпустили всех заложников и сами сдались. Алексей. Спасибо огромное. Моя коллега Евгения Змановская. Она находится в Ереване. Там вооруженные оппозиционеры захватили здание полиции и удерживают в заложниках правоохранителей в больнице четыре человека.